приветствую вас уважаемые друзья коллеги по хобби хочу представить вашему вниманию обзор на модель фирмы звезда как написано на коробке t4h вообще на самом деле не t4 apz 4 модификация h panzer aus 4 немецкий средний танк фирма звезда выпустила данную модель 2017 году модель в 35 масштабе состоит с 545 деталей и размер собранной модели составляет 20 сантиметров палитра цвета от фирмы звезда или хамбру которая понадобится или может понадобиться во время покраски данной модели фотография скан декали которая в наборе коробка при содержимое коробки очень хорошо упаковано вот таком чехле а литники лежат в твердой хорошей коробке из картона что дает возможность отправлять посылку по почте в простом целлофановом пакете сверху как видим инструкция и все литники упакованы целлофановые пакеты кроме ванны корпуса сейчас это все предварительно распечатаем проведем обзор начнем обзор конечно же сразу с инструкции инструкция сделана виде книжечки здесь краткое описание или характеристика данного танка где применялся когда использовался звезда делает довольно неплохую инструкцию все понятно все ясно по сборке но правда иногда бывают у них косяки и печатают неправильное расположение деталей куда их надо приклеить во время сборки если я эти косички выявлю конечно же вам об них расскажу сделано не видит книжечки разворачивается вот это уже не сильно удобно все довольно информативно и понятно детали в наборе не сильно много поэтому труда в сборке модель не составит конечно есть небольшие косяки в этой модели по матчасти кто хочет тот может приложить усилия начну обзор с двух одинаковых летников гусеничной ленты или траков читал на форумах также наслышан от знакомых которые собирали данную модель что если ставить траки так как указано в инструкции то они будут неправильно одеты на модель хотя во время войны могли поставить их по-разному но чтобы правильно поставить придется немножко нагревать и переделывать провис верху гусеничной ленты но в целом друзья плитье довольно неплохое мне понравилось все четко видно облая не заметил два одинаковых литника с катками с элементами подвески ну как я вижу утяжины будут на тыльной части детали не будет видно довольно неплохо сделаны катки не сильно большой шов от пресс-форм вот один недостаток что катки или каткам подведено по четыре питателя придется больше времени затратить на их обработку и зачистку литник с над гусеничными полками сделаны одной деталью придется лишний пластик аккуратно выкусить решение конечно интересное главное чтобы она не помешала нам устанавливать потом на танк гусеничные ленты литник с элементами башни верхней части корпуса опять же на литниках все вроде бы красиво хорошо надеюсь в сборке проблем не будет а вот вот и Продолжение следует... И самый большой, самый крупный литник. Также элементы от башни. Все сделано довольно неплохо. Утяжин больше не обнаружил. Следов облоя также нет. Будем собирать. Увидим. Так, странная модель в сборке. Ванна корпуса сделана одной деталью. Сделана ровно. Никаких перегибов уже не замечаю. И вот у меня самый интересный литник. Это портовые защитные экраны. Экраны на корпус танка. На башню. Ну и зачем-то, для чего-то фирма Звезда сделала на них цемерит. Мне, чтобы сделать этот цемерит на башне или на самом корпусе танка, Звезда почему-то сделала этот цемерит на экранах. Может быть, когда-то это где-то и было на каких-то модификациях. Я утверждать не буду. Но, как по мне, сама модель без цемерита, а на экранах цемерит очень интересна. Поэтому, если вы хотите сделать достоверную копийную модель, лучше данные элементы приобрести из фототравления и сделать модель с ототравленными деталями. или же выход зачистить весь этот цемерит. Но, я думаю, он уже будет не так интересно смотреться. Лично я, наверное, буду делать данную модель без экранов. Только сделаю крепление под эти экраны, но все остальное делать не буду. В наборе есть литник с прозрачными деталями. На комбашенку механика-водителя. Не распаковывал, с пакетика не доставал. Вот так довольно хорошо все видно. Довольно простая декаль на танк. Друзья, из чего состоит данный набор. На этом, друзья, обзор буду заканчивать. Если кого-то заинтересовала данная модель, всегда ее можете заказать или приобрести в магазине ЯМоделист. Ссылочка на магазин и на модель будет в описании под видео. На этом, друзья, заканчиваю. Всех благ вам и вашим близким. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok